Пока одни критикуют власть и ждут помощи, другие творят добро и делают жизнь вокруг себя лучше. На верхней террасе местные жители своими силами построили детскую площадку на средства, вырученные со сборов торсырья. Активные жители улицы Одесской уже много лет занимаются благоустройством детской площадки. 10 лет назад на ее месте была мусорная свалка, а теперь силами жителей место превратили в благоустроенную территорию. Активисты установили на голом поле футбольные ворота с сеткой, баскетбольный щит, перекладины, турники и горки. Я сам поставил пластиковые контейнеры, на которых мы собирали и собираем до сих пор макулатуру, и пластиковые бутылки. Но на вырученные деньги мы уже непосредственно закупаем весь инвентарь спортивный, то есть сетки всякого рода, кольца и так далее. Если бы, допустим, не наши активные жители, у меня бы, естественно, этого ничего не получилось. Поэтому я говорю им большое спасибо. Детская спортивная площадка стала местом объединения и встреч соседей. Вот уже многие годы здесь силами жителей летом и зимой проводятся массовые мероприятия. Спортивные соревнования, утренняя зарядка и праздники. Сейчас дети хоть заняты, ни дома, ни в интернете, а и играют. Мы сами с удовольствием тоже приходим, играем в футбол и зимой у нас каток. Узнав об инициативе местных жителей, неравнодушные ульяновские бизнесмены решили оказать небольшую поддержку и выделили средства на покраску турников. Я рад, что люди взяли, построили турники, сделали площадку, разровняли, поставили сетку. В принципе, это же не требует больших денег. Я думаю, что люди, которые занимаются бизнесом, также могут помочь. Благоустройство детской спортивной площадки местные жители организовали сами. Но они не хотят на этом останавливаться. И мы вот своими силами, что можем, мы делаем. Сетку там повесили, какие-то ворота. У нас, видите, тренажеры самодельные такие вот для детей. И поэтому мы вот обращаемся к местным властям, к депутатам, у кого есть возможность помочь нам. Потому что детей действительно очень много. У создателей площадки еще много планов. Необходимо установить электричество, антивандальные тренажеры. В этом активисты рассчитывают на свои силы и на помощь всех неравнодушных людей. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.